Команда из 300 добровольцев продолжает поиски на месте оползня в Мьянме. Обвал произошёл на нефритовой шахте в ночь на субботу. Более 110 человек погибли, ещё столько же считаются пропавшими без вести. «Мы ищем, есть ли ещё тела под почвой. Мы уже нашли более ста тел». Рядом с этой шахтой, в самодельных хижинах, жили бедняки. В отходах, которые остаются от добычи нефрита, они ищут фрагменты драгоценных камней. Огромные массы этих отходов на них и обрушились. Сколько именно людей может оставаться под завалами, выяснить практически невозможно. Сай живёт здесь около 20 лет. В трагедии потерял друга. «Это произошло в 3-4 часа утра. Я услышал шумы, когда вышел, увидел, что произошло. Всё было завалено слоем земли». В этой части Мьянмы в штате Качин добывают очень качественный нефрит. При этом нормы безопасности почти не соблюдаются. Армейское руководство страны обвиняют в крупнейших хищениях этого камня и контрабанде его в соседний Китай. Лидером янманская оппозиция Аун Сан Цуджи, которая недавно победила на выборах, обещала обеспечить прозрачность в горнодобывающей индустрии и сделать её безопасной. Нынешнюю трагедию Национальная лига за демократию, которую возглавляет Суджи, никак не прокомментировала.